Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами обсудим случай гиперчувствительности головки вокруг ретро. К нам достаточно часто обращаются пациенты с гиперчувствительностью головки к крайней плоти. Одна из нередких причин – это скайротрофический лишай. Фимос – это образование рубцов на крайней плоти, в результате чего крайняя плоти сужается и ощемляет головку. В ряде случаев подобный рубец образуется и на головке члена. И там и тут он правильно называется склеротический лишай или склеротрофический лишай. Дело в том, что всегда за чувствительность отвечают нервные окончания. Что здесь при таком рубчике мы видим гистологически, то есть под микроскопом? Мы видим, во-первых, воспаление, кучу воспалительных клеток, которые вышли за территорию сосудов. И второе – полнокровие этих сосудов, то есть расширение их часто. Ну и наконец мы видим сам рубец, рубцевание, образование новых волокон, которые представляют из себя плотную ткань. Ну и все это, и клетки, которые вышли за территорию свою, они токсически воздействуют на ткани, по сути дела, тем самым запускают рубцевание. То есть разлагаются ткани нормальные, запускается рубцевание. Тем самым мы видим воздействие на нервные окончания, которые, естественно, находятся здесь. Здесь же. Тем более половой член достаточно активно испещен, можно так сказать, наполнен по полной. И, во-первых, нервные окончания сжимаются рубцовой тканью, которая формируется. Во-вторых, на них действуют токсические вещества, которые выделяют воспалительные клетки. Но мы не будем рассказывать, почему это произошло, грубо говоря, никто не знает, как это. А почему аборигены съели кука, никто не знает, молчит наука. Так вот, нам нужно бороться сейчас с гипержественностью члена. Почему? Ну, потому что мужчина чувствует боль. Боль при касании члена, боль при матье, боль при занятии интимной жизнью. Один из методов лечения таких вещей – аппарат холодной плазмы. Что он делает? По сути дела, он вызывает выгорание небольшой части ткани и замещение на новую ткань, которая не так активно наполняется рубцовыми волокнами. По сути дела, происходит за счет энергии электричества формирование небольшой «молнии», которая ударяет в кожу и выжигает там маленькую часть этой кожи, как правило, поверхностный слой. Он достаточно быстро восстанавливается. Чаще всего это происходит в зависимости от настроек либо в пределах эпидермиса, либо на границе с верхней частью кожи, в результате чего выгорает конкретно только данная точка, которая имеет очень малый диаметр и она относительно быстро замещается, ну, скажем так, по крайней мере, если не нормальной, то молодой тканью. Плюс к этому сюда приходит, естественно, на зов другие клетки, вызывающие восстановление и, соответственно, запускается процесс образования новой ткани. По крайней мере, не тот процесс, который, скажем так, запускали именно воспалительные клетки. Кроме того, естественно, что под воздействием температуры такой, да, гибнут те воспалительные клетки, выжигается торопцовая ткань, которая здесь образовалась, в результате чего, по крайней мере, новая ткань, в общем-то, образуется гораздо лучше, чем старая. Вот это основной принцип действия этой самой холодной плазмы. Естественно, что воздействие на головку члена осуществляется под местной мазью обезболивающей той же кремом Эмло. Вы можете посмотреть на картиночке, на короткое видео, как производит, я лично произвожу воздействие подобное, да, в принципе. Ну и тем самым мы освобождаем часть нервных волокон, да, частично их окончание просто сгорает, да, под этим фростом и нарастают постепенно новые, уже не настолько блокированные вот этим вот, а воспалением, б соответственно рубцом. Поэтому это действительно один из методов, достаточно неплохих, ну, скажем так, снижения чувствительности головки полового члена при вот таком вот заболевании, как склеротрофические лишаи и при других заболеваниях. Естественно, что нужно обследовать пациента изнутри и часто очень при склеротрофическом лишаи, да, мы находим, что мы находим и уротриты, да, и уротропростатиты и прочие вещи, которые, конечно, требуют лечения, да, то есть это один из методов наружного лечения, который должен идти вместе с чем? С тем лечением, которое направлено на причину либо сопутствующий фактор подобного процесса, да, чтобы не допустить дальнейшего прогрессирования самого основного заболевания. При необходимости диагностики и лечения рочных высыпаний в области половых органов вы можете обратиться к венерологам и урологам нашего медицинского центра Платы КВД в Москве, у нас примет грамотный специалист, а также смотрите данные и фотографии в более хорошем качестве на нашем сайте в разделе «Клинические случаи». Спасибо за внимание.